Буквы и графики. Я сейчас делаю короткое введение про буквы и их связь с графиками. Самое главное, я буду использовать буквы а и b, чтобы они отличались от привычных икса и у. Обычно пишут функции вот так, x это функция от у, или x равен k умножить на у. Я буду использовать букву а и b, чтобы посвежее, по-другому выглядели формулы. Я буду использовать просто цифры, потому что, чтобы оставлять их формулы самыми простыми, которые есть. Я рассмотрю четыре таких основных типа графика и взаимосвязи, которые используются довольно часто в физике, чтобы у вас было такое представление об этом. это прямая зависимость, обратная зависимость, квадратная зависимость и зависимость квадратного корня. Начнем с прямой зависимости. Например, а равно 3b. Как выглядит такой график? Это линия, которая движется слева направо, снизу вверх. То есть, когда b увеличивается, увеличивается и а. Таким образом. Самая главная идея в этом графике, что b, увеличивая b на какой-то кусок, а увеличивается точно на тот же самый кусок, умноженный вот на эту цифру. То есть, тот кусок, на который а увеличивается, не зависит от того, где на b мы находимся. Да, он все время увеличивается на один и тот же кусок. Не равное увеличению b, но какой-то определенный кусок. Это, например, не так происходит с графиком квадратичной зависимости. Например, а равно 3b в квадрате, который, как вы знаете, это парабола. Для параболы, когда вы увеличиваете b на какой-то кусок, если этот кусок ближе к нулю, тогда а увеличивается на какой-то не очень большой кусочек. Но если вы увеличите b на тот же самый кусок, ну, скажем, здесь я увеличил b на 2 и здесь я увеличил b на 2, где-то дальше от нуля, а увеличится намного сильнее. Да? То есть, а уже увеличится очень сильно. В этом главная идея параболы в том, что она создает неравномерное изменение а в зависимости от b. Это одна из вещей. Одна из вещей неравномерность зеленым цветом. Неравномерность. Извините, если у меня график, то здесь а положительное только справа, а отрицательное слева. Соответственно, если вы хотите такую зависимость, чтобы у вас а было, ну, то, что зависит от чего-то, было всегда положительным, независимо от значений то, от чего оно зависит, вам нужно использовать какой-то квадратичный график. Ну, или модуль. Ну, про модуль мы говорили уже до этого. Он не всегда удобен. Следующий график. А обратная пропорциональность. То есть, а равно 3 делить на b. График выглядит таким образом. Здесь такая штука, и в этом квадранте такая штука. Давайте сейчас пока на этот квадрант не будем смотреть, только на этот. Что здесь только вот сюда? Что здесь происходит? Когда мы увеличиваем b, да, то есть, b растет, а при этом уменьшается. И это главная идея этого графика. Если b растет, а будет уменьшаться. Вы будете использовать такой график, ну, если вы физик и придумываете какую-то формулу, тогда, когда у вас зависимость между вашими штуками, которые вы измеряете, обратно. То есть, вы смотрите, что-то растет, а соответствующая этому вещь падает. Тогда вы используете такой график или такую зависимость. И, наконец, график квадратного корня. Он выглядит таким образом. Главная его идея, опять же, здесь много, конечно, различий, но самое главное, по-моему, идея. Это, опять же, в неравномерности. Неравномерность а изменяется неравномерно. Да, то есть, но здесь неравномерность отличается от неравномерности в b в квадрате. Если до этого, чем дальше вы шли по оси b, тем сильнее изменялась а, то здесь, наоборот, чем дальше вы идете по оси b, тем слабее изменяется а. Ну, такое вы можете представить себе. Например, едет машина, у вас начинает тормозить. И тогда она едет, едет, потом начинает тормозить. Это как будто время. И она все ближе, медленнее, медленнее, медленнее движется, пока не затормозит или пока не достигнет какой-то определенной скорости. То есть, что-то типа такого, что что-то постепенно угасает. Да, это главная идея такого графика. То есть, если вам нужно что-то моделировать таким образом, вы используете это. Но вот это главные зависимости. Примерно так я их вижу. Примерно так я их вижу.